Благодаря этим людям врачи ежедневно спасают тысячи жизней. Сегодня в России отмечается День Донора. О том, как прошел этот праздник на Первоуральской станции переливания и о тех, кто сегодня бескорыстно жертвует своей кровью ради других, расскажет Дмитрий Коньков. В День Донора на Первоуральской станции переливания крови идет обычная работа. С 7 утра здесь уже побывали несколько десятков человек, но очередь перед регистратурой не уменьшается. Среди тех, кто пришел сдавать кровь, и Сергей Гнеденко. Заполняет анкету, беседует с врачом, сдает экспресс-анализ на инфекционные заболевания. Только после этого поднимается в зал забора крови. Сегодня 34-й раз сдаю кровь. Однажды принял для себя решение, что помогать людям можно разными способами. Можно деньгами, можно добрыми делами, можно также сдачей крови. На станции переливания рассказывают в основном их доноры. Это молодые сотрудники крупных предприятий города. Например, инженер Первоуральского новотрубного завода ТМК Кирилл Шилин. Донором он стал 6 лет назад, по примеру отца. С тех пор на сдачу плазмы ходит строго по графику раз в две недели. И считает, донорство дисциплинирует человека. Чтобы быть донором, важно поддерживать свое здоровье, не пить, не курить. Желательно заниматься спортом, чтобы кровь была чистой, чтобы не было никаких проблем при ее сдаче. Сдавать кровь и плазму можно людям старше 18 лет. Главное требование – отсутствие хронических заболеваний. Металлург Александр Данилов является донором уже не один десяток лет. 60 раз сдал плазму, за что получил звание почетного донора. Рассказывает, за годы значительно изменились условия сдачи крови, что еще больше мотивирует быть активным донором. Мы просто садились на стул, перекидывали руку. И по сути мы сами держали, нажимали и все делали. То есть никаких условий не было. Но при этом мы сдавали. Сейчас же в пунктах переливания крови Условия созданы специально для того, чтобы быть спокойным, уверенным. Принято считать, что чаще всего кровь переливают пациентам, которые перенесли тяжелые операции или получили травмы. В действительности способов ее использования значительно больше, говорят специалисты станции переливания. Кровь используется с заместительной целью, если есть какая-то выраженная кровопотеря, ожоги. Также используется, если есть заболевание, когда страдает кровотворная функция, и этого недостаточно для самого человека. И используется производство препаратов. Это иммуноглобулины, противоклещевой иммуноглобулин. Нередко в качестве доноров выступают и сами сотрудники станции переливания крови. Сегодня регистратор Елена Сафронова сменила офисное кресло на процедурное. За 40 минут этот аппарат соберет ее тромбоциты. Клетки, отвечающие за свертываемость крови. И их в скором времени перельют пациентам со смертельными заболеваниями. У них тромбоциты очень полезная процедура. Она идет онкобольным людям, детям тоже больным. Им переливают тромбоциты и у них восстанавливается своя кровь. И не выстаравливают. Также на станции переливания ждут и тех, у кого сформировался иммунитет к коронавирусу. Их плазма по результатам исследований является эффективным средством борьбы с COVID-19. За один раз первоуральские доноры, а это более 2000 человек, способны сдать 600 литров крови. Этого вполне достаточно для медучреждений города и региона. Но на областной станции переливания всегда с радостью и нетерпением ждут новых доноров. Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости. Первоуральск.